Настоящую школу выживания устроили для ребят в Кавернинском районе. Здесь их учат ориентированию на местности и навыкам самообороны. Помимо занятий про копашном бою, ребят знакомятся оружием и боеприпасами, например, противотанковыми гранатами. Если не наступишь, она взорвется? Если наступишь ты, то она не взорвется. Мина противотанковая зависит от веса твоего. Для людей придуманы противопехотные мины. Они немножко другие. Холодное оружие тоже есть. Как им пользоваться, покажут здесь же. Такие занятия нравятся не только мальчишкам. Девчонки также не отстают от парней в скорости и сноровке. Например, ловко лазят по деревьям и проходят веревочный курс. Так, теперь подтягивайся. Давай. Бери за веревку и похладывай. Полоса препятствий такая же, как войска ГРУ. Нужно проползти под колючей проволокой, перебраться через реку вброд, пройти по кучкам через болото, а самое сложное – перелезть через двухметровую стенку. Здесь очень важна поддержка команды. Научившись защищаться и преодолевать препятствия, ребята учатся выживать в дикой природе, разжигать костры и строить укрытия, а также добывать пищу. А вот лягушку. То же самое. Потрошим, внутренне все убираем, оставляем одни ноги. У нее там остается мясо. И, конечно, для них курс медицинской помощи. Закрывай, сильно зажимай. Не бойся, не бойся. Рот открыт и дыши в рот. Все это в рамках турнира военно-патриотических клубов Нижегородской области, в котором участвует 50 мальчишек и девчонок. Несмотря на жесткую дисциплину, недовольных нет. И домой никто не хочет. Тут очень круто. И все эти пробежки, хоть мне и очень тяжело, но все равно это классно. И мне очень нравится. А жалеть нечего. Это вот такие несбываемые впечатления. Вот просто нельзя передать словами. А как здесь круто. Приехав один раз на сборы, и невозможно об этом забыть, невозможно от этого отказаться. Вот лично я езжу. Шестой год я езжу. Я не знаю, как я школу скоро закончу, как мне будет. Мне будет тяжело без этих сборов. Полученные знания пригодятся ребятам в жизни. Но кроме практических навыков, еще одна задача таких сборов – антинаркотическая пропаганда. Здесь с детьми проводятся специальные занятия, на которых специалисты рассказывают мальчишкам и девчонкам об опасности наркотиков. Мы рассчитываем на то, что дети, пройдя через этот лагерь, поучаствовав в турнире, будут более ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью своих друзей, товарищей. И будут знать, как нужно себя вести, если вдруг кто-то пытается предложить им наркотики. При общении к спорту и здоровому образу жизни – тоже еще не все. Пройдя через такую военно-полевую школу, дети раскрываются как личности и начинают понимать цену дружбе. Вот так называемый «коридор братства», в котором команда приветствует каждого проходящего участника сборов. И никто не остается без поддержки. Здрасте, 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 здрасте. А, бьюсь, помоги. Давай, давай, давай. Спасибо. Спасибо.